Что входит в состав йоговского чая? Как приготовить напиток? Как он влияет на самочувствие и состояние? Смотрите видео до конца, узнаете, с каким напитком полезно встречать новый день и почему. Каких только полезных и не очень горячих напитков не придумало человечество. Вот об одном из них, приятном на вкус, ароматном и очень полезном, хотим вам рассказать. Это йоговский чай. Что входит в его состав? Для приготовления понадобится гвоздика. 9 почек гвоздичного дерева. Эта пряность обладает уникальными свойствами, способствует очищению сосудов и тонизирует нервную систему. Кардамон, также 9 зернышек. Вполне достаточно, чтобы стимулировать работу всего организма. Корица, одна палочка, добавит чудесный аромат и сладость, улучшит обмен веществ. Куркума, 4 маленькие ложки, придаст красивый цвет, будет полезна для сосудов. Имбирь, 7 маленьких ложек, полезен для иммунитета и нейтрализации токсинов. Черный чай, половина чайной ложки нужен для бодрости и активности. Молоко, 200 мл, снабдит напиток питательными веществами и минералами. Вода, 2 литра, является жидкой основой, нужной каждому организму. Как приготовить напиток? Если все ингредиенты имеются в наличии, то следует, в емкость, где будет происходить волшебство получения чудесного напитка, надо налить 2 литра воды. Довести воду до кипения на сильном огне. Когда вода закипит, следует добавить все специи, гвоздику, кардамон, имбирь, куркуму, корицу. Все вместе проварить минут 5. Теперь влить молоко и снова вскипятить. Как только начался процесс закипания, всыпать чайную заварку, снять с огня и закрыть крышкой. Дать настояться минут 5, потом уже разливать по чашкам. Можно по вкусу добавлять мед, но это уже по желанию. Как йоговский чай влияет на самочувствие и состояние? Учитывая наличие такого большого количества полезных ингредиентов, от этого напитка можно ожидать только положительного воздействия. Исключение составляют те, у кого есть аллергия на его компоненты. Во всех остальных случаях употребление йоговского чая повысит жизненный тонус, добавит сил, улучшит настроение. Сделает более сильным иммунитет, не даст возможности развиваться попадающим в организм вирусам и бактериям, значит защитит от инфекционных болезней. Будет способствовать своевременному выведению токсинов и шлаков, очистит кровь, повысит тонус сосудов, нормализует работу кишечника. Произойдет стабилизация артериального давления, уменьшится в крови концентрация холестерина, нормализуются показатели сахара. Кровоток будет осуществляться в нужном режиме, не произойдет сгущение крови, повышение возможности формирования тромбов. Состав благоприятно воздействует на органы дыхания, помогает очищать дыхательные пути от накопившейся слизи, стимулирует газообмен. Напиток достаточно питательный, в некоторых случаях может заменить даже один из приемов пищи. Пищеварение станет происходить намного интенсивнее, что не позволит размножаться гнилостным бактериям, приводящим к метеоризму и вздутию кишечника. Головной мозг получит энергетическую поддержку, станет интенсивнее трудиться, улучшится память и сообразительность. Появятся физические силы, повысится выносливость. Таким образом, употребление йоговского чая сделает организм более здоровым, нервную систему более крепкой. Он вкусный, ароматный и очень полезный. Пить его приятно, как в качестве просто напитка, так и целебного средства. Стоит не полениться и попробовать сделать такой полезный, немного необычный чай.